Как говорят специалисты здешние по византийской культуре, в Халхедоне не осталось ровно ничего, что можно было бы сегодня увидеть и отметить. Но само это слово еще остается на карте. И оно напоминает нам, что там в 451 году происходил очередной Вселенский собор после Эфесского разбойничего. И там, на этом соборе, совершилось горестное для нас разделение христианской ветви на монофизитство и сегодняшнее православное существование. Там, в церкви мученицы Ефимии, этот собор и состоялся. И чтобы решить, чья сторона была более права, отцы собора изложили два символа веры фактически. Тот, который был нестарианским символом, который сегодня остается в армянской церкви. И символ веры Никейской, которым мы с вами пользуемся. Они были запечатаны в гробницу мученицы Ефимии. И наутро, когда распечатаны, увидели, что нестарианский лежит у нее в ногах, а нестарианский символ он держит в правой руке, как утверждение и доказательство небесной правды. К сожалению, нестариане не приняли. Они так остались в так называемой Дахалкидонской церкви, для которых Христос не является человеком. У нее нет человеческой ипостаси, только божественная. Тем самым лишая главной тайны богочеловеческого существования и богочеловеческой надежды, что ли каждого из нас, что в нас в каждом есть и божественная, и человеческая. Это двуипостасность наша. Она нам и дает радость и надежду в воскресенье. В Лохернской Божьей Матери, которая стала основанием нашего лучшего, наверное, светлейшего осеннего праздника Покрова, историю, в смысле, драматической, в этой самой церкви В Лохернской Божьей Матери, покоился аммофор Влад Девы Марии, к которому прибегали к его спасительной силе в самые роковые часы христиане, когда обставала в очередной раз какая-нибудь вражеская армия, обходила Константинополь. Неудобно и тяжело это произносить, но киевские князья Кий и Дир в 1911 году и были этими врагами Константинополя. И христиане, укрывшись в Волохернском храме, подняли этот плат, и в море возмутилось, и разметало корабли росов наших. И они вернулись ни с чем, она загородила. И казалось, не нам бы праздновать этот праздник Покрова, но именно в России, нигде более он не празднуется в Латинской Церкви, но вот в России он празднуется. Может быть, потому это и происходит, что в основе лежат его покаянные воспоминания о том, как мы приходили к братьям, еще не называя их братьями, не зная, что мы братья грядущие, и Богородица, вмешиваясь, действительно подвигает нас к вере, таким, может быть, жестким, мучительным, вразумляющим путем, рассеивая наши корабли и рассеивая войска, но в результате на Киевских же горах, там же, где Кий и Дир, там утверждается православие, и там торжествует Покров Божьей Матери. Когда же, говорю, переменилась сама в себе цивилизация, не то, что переменилась, а стало жестче, и даже такое святое место, как Влахерна, стало местом тревожным и опасным, когда вдруг государь стали богословствовать, императоры стали богословствовать, а патриархи стали притязать на императорские места, когда место высокой веры, место высокого духа, место царственной красоты и мысли, место поклонения, место владычества Богородицы становится местом интриг, местом притыкания, местом раздражения, местом взаимоисключающих каких-то бесчеловечных и нехристианских поползновений. Может быть, в этом и вразумительно эта история и Влахернская, и Софии, в которой мы говорили, и Халкидонского собора, который ведь тоже, еще не сказал, тревожен тем, что там впервые утверждали соборным постановлением первенство Константинопольского патриарха. Это была молодая кафедра, была Александрийская кафедра, до этого римская, естественно, но нам хотелось, молодой столице, сделать с первенствами. Это было не по чину, и это потом привело к разрыву с той же римской церкви, мучительному, стыдному, в конце концов, и до сих пор еще никак, в общем, не то что не заживляемому, а все далее и далее разводящему нас друг от друга. Диалог, который начинался так тяжело и мучительно, сейчас он должен продолжаться на каком-то новом уровне. Мы действительно должны себя осознать, наконец, человеческими цивилизациями. Цивилизациями, которые отвечают за слово внутри его содержащейся, за общественную чистоту, за внутреннее духовное человеческое здоровье.